К другим темам. Эпидемиологическая обстановка – одна из самых обсуждаемых тем этой недели. Врачи призывают не заниматься самолечением ОРВИ и гриппа. Это может привести к серьезным осложнениям. Между тем, по прогнозам медиков, в ближайшие две недели заболеваясь в Надымском районе пойдет на спад. О том, как обстоят дела на многотесечном предприятии надымских газодобытчиков, мы попросили рассказать начальника медико-санитарной части Игоря Кирилишина. Здравствуйте, Игорь Ярославович. Здравствуйте. Какова ситуация по гриппу ОРВИ среди газодобытчиков? Ситуация среди работников нашего общества можно охарактеризовать как относительно стабильную. За неделю у нас было 141 обращение по поводу жалоб, схожих с клиническими проявлениями острой респираторной вирусной инфекции. Гриппа, подтвержденного лабораторного, среди наших работников зафиксировано не было. Смертельных случаев, связанных с этим, также не было. Мы надеемся и предполагаем, что высшие точки мы уже достигли, сейчас находимся на стабильном уровне заболеваемости и в ближайшее время ожидаем снижения этой заболеваемости. Детские, культурные, образовательные и спортивные учреждения на карантин закрываются каждый год. А какая ситуация должна сложиться, ну, предположим, чтобы закрыть целое производство? Производство остановить в связи с эпидемией, тем более газодобычу, невозможно. Тут предусмотрена взаимозаменяемость и лица заболевших, они подменяются сменным персоналом, потому что газодобыча – это непрерывное производство. Все подготовительные мероприятия кипецезона в нашем обществе проводятся системно, планово, и по этому году у нас создана провакцинированная прослойка 50% работников общества. Это дает нам надежду на то, что мы все сделали правильно, и такой глобальной эпидемии в рамках нашего общества в этом году так же, как и в предыдущие годы, не будет. У нас много людей работает вахтовым методом, но вот одно дело – заболеть дома, а другое – на работе. Как в этом случае проходит лечение? Здесь все зависит от того, где находится работник. Если это месторождение на дым Пуртазовского региона, то, безусловно, приоритетным является эвакуация работника и определение дальнейшей тактики ведения. Если это осложненный случай, то это госпитализация. Если же это происходит на удаленных месторождениях и по каким-либо причинам, там метеоусловия, невозможность эвакуации по тяжести состояния, то такие работники помещаются либо в инфекционный изолятор, либо на Баваненково у нас создан целый инфекционный блок, в который мы можем поместить заболевших и вести их там стационарно, изолировав общение с коллегами. По прогнозам Минздрава, грипп продлится до середины апреля. Как будем с ним бороться? Что предпринимается у нас? Прогнозные сроки до середины апреля, я думаю, что это максимально в медицине принято заниматься гипердиагностикой и исходить из худших прогнозов. Я думаю, что прогнозы будут, во-первых, лучше, во-вторых, на территории и округа, и на Дымского района. У нас на предприятии это пройдет в более сжатые сроки. Есть основания, надеяться, что в ближайшие две недели заболеваемость пойдет на спад и где-то к середине марта мы выйдем из этой ситуации.